В гимназии номер 16 прошли школьные дебаты. Тема дискуссии одна из самых актуальных в современном мире – вакцинация. Ученики девятых классов изучили все за и против и вышли на интеллектуальный поединок. Кто победил – расскажем в нашем сюжете. На тему пользы и вреда вакцинации разгораются нешуточные споры среди населения. И единого мнения, конечно, по этому вопросу нет. Учеников девятых классов 16 гимназии этот вопрос тоже разделил на два лагеря. Одни всецело поддерживают иммунизацию, другие – ярые противники прививок. Мы считаем, что это самый эффективный способ по борьбе с вирусами. Лично мое отношение к вакцинации положительное. Но я точно знаю, что вакцины создают люди, а люди могут ошибаться. Свою позицию участники дебатов должны аргументировать. Чтобы доказать свою правоту, приводят известные исторические факты, оглашают статистические данные и делятся личными наблюдениями. Главная идея батлов вызвана актуальной на сегодняшний момент проблемой – проблемой вакцинирования от нового заболевания COVID-19. Потому что, к сожалению, не все еще жители, не все граждане осознали необходимость проведения, получения вакцины, прививки от этой очень заразной и опасной болезни. Дебаты включают в себя четыре тура. После каждого судей голосуют за лучшего спикера. В составе жюри – ученики старших классов. Последний этап – опровержение позиции соперника. Капитанам команд дали на задание по три минуты. За это время они должны убедить, что именно они придерживаются правильного мнения о вакцинации. Я решила участвовать в дебатах, так как хотела развить свой навык публичного выступления, ораторское искусство и узнать побольше о вакцинации. Мы искали очень много информации, анализировали, смотрели много видеоресурсов, а также спрашивали у людей, брали информацию, откуда только можно было. По результатам первого и второго тура лучшими спикерами стали противники вакцинации. А в финальных этапах, по мнению жюри, удачно выступили сторонники прививок. По результатам дебатов – ничья – обе команды справили задачи и сумели грамотно и аргументированно отстоять свою точку зрения. Луиза Игязырян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.